приветствую вас народ с вами варчик посмотрел на канале евгения ткаченко нарезочку великолепные монологи от корбина страйка и в конце бонусом от пьяного совзводного тема разговора как обычно вечная подкрутки world of tanks патенты кислого и так далее все это происходит в картошке все время сколько она существует ничего не изменится я думаю что так дальше и все и будет происходить сколько картошка будет существовать столько времени будет об этом спорить я же решил высказать свое мнение на эту тему тоже поскольку готовил для вас видосик уже обдумал в голове в принципе придумал план о том почему я типа ухожу из картошки такое громкое название и она не беспочвенно это не клик бейт ухожу из картошки это так сказать медленный уход из картошки сейчас я вам объясню почему я набросал столько много разных тем в начале во вступлении они все одно целое просто это много разных кусочков сейчас я из грибу в кучу и вы все поймете поскольку все мы говорим об одном и том же корбин страйк пьяный со взводной страйка почему я ухожу из картошки именно я это все про одно и тоже про картошки на рандом о том почему он в некоторые дни хороший в некоторые дни плохой и я потихоньку ухожу из картошки не потому что я решил из нее уйти это она из меня потихоньку уходит поскольку дней когда можно хорошо поиграть становится все меньше чем когда я начинал играть 2013 году в 2013 году дней когда в картошку можно плохо поиграть почти не было они были редкостью они удивляли в то время как сейчас дни когда ты играешь хорошо вот они удивляют люди которые не играли в картошку очень долго а допустим страйк видел в картошке практически все и он знает о чем говорит когда рассказывает про какие-нибудь сорок четверки со средухой малюсенькой в 1200 с процентом побед 66 кажется он там говорил ведь у меня тоже на сорок четверки маленькая средуха и высокий процент побед и играл я на ней с 13 fps еще в те 2013 не говоря уже про 2010 и ведь в то время баланс был другой набор танков в бою был другой и для победы не нужно было убить всю команду ра и хп на команду тоже было меньше так почему же все это происходит и почему все эти люди правы на мой взгляд в этом видео я расскажу чисто свое мнение они там свое у себя на каналах порассказывали я это посмотрел я решил что это будет интересно если все это объединить поскольку это все про одно и то же и так корбин рассказывал я целиком не смотрел их пролистывал но в целом понял о чем они там говорят корбин рассказывает что в патенте кислого написано или разработчики говорили или все вместе неважно есть достоверная информация от разработчиков что игроков после ряда побед кидает в команду где они с большей вероятностью проиграют потому что эта команда слабее а те кто часто проиграют их через время кидает к тем кто посильнее чтобы они с большей вероятностью выиграли все грубо говоря это все я когда-то давно читал листал там этот патент кислого видосики разных чуваков смотрел в целом так и есть да такое в патенте написано но не написано используется не используется и так далее раньше в картошке было так не играешь давно на танчике заходишь на него и тебя все время закидывает максимально кайфово вот первый бой прям вообще по кайфу если твой танк стоковый тебя всегда кидает в топ если ты давно на танке не играл покупаешь его там если продал заново выкупаешь заходишь в рандом первые сколько-то там десяток боев ты отыграешь прямо вообще кайф а потом будешь опять играть в противную картошку так всегда было в то же время были еще пресс-аккаунты их расхватывали как горячие пирожки давали на право и налево их просто рассыпали вагонами всем самым малюпусеньким каналом кому попало сейчас пресс-аккаунт так просто картоха не дает раньше же эти пресс-аккаунты раздавались обильно и всем кому не лень и на пресс-аккаунтах соответственно боев вообще не было и ты на каждом танке играл как на новом было ощущение что ты на каждом танке заходишь в рандом как будто бы ты давно на нем не играл все танки шли по кайфу через время картоха поменяла политику выдачи пресс-аккаунтов и дает их теперь только крупным каналом а вот если сейчас попробовать поиграть на каком-то танке на котором давно не играл такого уже не ощущаю что ты прям нагибаешь тебя там кидает так хорошо так мягенький такой рандом и ты на танке на котором давно не играл прям бог игры куда-то это ощущение улетучилось вместо него появилось другое ощущение этот картошкин патент в целом детский лепет по сравнению с некоторыми патентами из других онлайн-игр где людей которые покупают дорогие скины кидают в сильную команду а которые не покупают кидают в задницу картошкин же патент о чем говорит что есть какие-то сильные раки слабые раки тебя время от времени может кинуть более слабым или к более сильным но по сути то карты дисбалансные танки дисбалансные на всех действует правило от плюс минус 25 процентов очень сильно решает то насколько ты замотивирован играть на результат твой танк имбовый максимально заряжен и ты знаешь классные позиции на которых ты можешь прям сразу с первой минуты полкоманды развалить и твой респ не соснул и как ни крути очень много факторов решают сыграешь ты хорошо или нет плюс еще в разные дни рандом разный про что и рассказывал страйк у себя там нас по его мнению нет никаких там подкруток откруток поскольку это нецелесообразно тратить огромные ресурсы чтобы кого-то там время от времени кидать в команду посильнее или послабее а в бр 25 процентов это известная вещь которую все знают ее никто не скрывает это открытая информация в чем здесь обман все играют с этим шансом когда вылетает больше никто этого не замечает а вот когда вылетает меньше все замечают или вообще не пробивают в этом суть рассказа страйка в то же время еще бонусный пьяный со взводной который доказывал страйку что в игре есть подкрутки рассказывал в целом тоже правильно как и все в некоторые дни ты нагибаешь а в некоторые дни тебя нагибают и это все так если раньше по моим ощущениям патент и был в игре и он работал на танках на которых ты давно не играл то сейчас по ощущениям в рандоме ничего не работает вообще есть просто огромнейшее количество плохих игроков дисбалансные карты повторения карт и респов огромное количество праздников ивентов марафонов все накладывается по несколько слоев и балансировщик которому наплевать на все он не учитывает вообще ничего чего в очереди много того много будет и в бою много артиллерии в очереди сидит он вам будет каждый бой три арты накидывать и накидывать в очереди много пт вы будете играть там чуть ли не по 10 пт в каждой команде в очереди много м44 на каждую команду будет по 3 м44 чего в очереди много то он и закинет он вообще ничего не учитывает ему все равно праздник акция рандом ломается из-за того что в очереди сидит огромное количество людей которые берут черт знает что а балансировщика самое главное правило одно как можно быстрее закинуть в бой как можно быстрее закинуть бой берешь что есть и кидаешь в бой все из-за этого во все праздники марафоны акции ивенты бои просто помоище и сверху накладываются еще косяки которые всегда присутствуют в бою и в плохие дни в хорошие вбр арта фугасы голда дисбаланс карт слабые игроки и в обычные хорошие дни это нелегко играть а в конченные тем более как там бы не было странно но так называемый последний пьяный совзводный которые там видео фигурировал он в принципе то прав есть не когда тебя нагибают в рандоме может быть он не понимает почему или не хочет понимать но факт есть факты он по сути то прав все это понимают что выходные в праздники в марафоны в новогоднюю эту елку где работает бонус к серебру играть вообще невозможно я играл в пятницу на 7 левеле практически все бои в топе арты особо нет я кайфую наслаждаюсь игрой высокая средуха процент побед в н8 там такой что просто глаза вытекают вообще кайф карты мои любимые выпадают мне приятно на них играть вообще балдеж суббота на седьмом левеле все бои с девятками все бои с тремя артами карты конченые респы слабые играть невозможно вообще в каждую команду по 10 птшек запихивает и они занимаются в бою черт знает чем потому что в субботу онлайн выше выходной елка все стреляют голдой бонус к серебру кайфовое веселье прям бомба и в этом всем маразме люди сидят и думают где же им там подкручивают или откручивают я не знаю как они пытаются это доказать и чем но лично мое мнение что все праздники плохо влияют на балансировщик потому что балансировщик убогое говнище когда я начинал играть балансировщик тоже был далеко не идеален но он как-то умудрялся собирать нормальные бои может быть даже он был хуже чем тот который сейчас но это не так уж важно самое важное это то что очередь для балансировщика из людей которые берут танчики стало сильнее влиять и чаще на балансировщик балансировщик все чаще и чаще в шоке от того что сидит в очереди поэтому создает такие конченые бои в которых не хочется не играть невозможно адекватно сыграть полный бред и такие периоды их все больше и больше когда ты не можешь просто нормально поиграть поэтому я играю в игру меньше чем раньше поэтому я потихоньку из нее как будто бы ухожу не по своей воле меня картошка из себя выгоняет потому что у них балансировщик убогий шлак на мой взгляд балансировщик должен стремиться не быстрее закинуть себя в бой он должен стремиться к тому чтобы собрать как можно более играбельный бой адекватный и нормальный они парашу какую-то где на прохоровке 3 арты и 10 пт все зажимаются в угол и все бой закончен чья команда не едет в угол а хоть как-то разъезжается та и побеждает а где 15 человек сидят в углу на прохоровке а команда в ноль проиграют с первой минуты это даже играть не хочется очевидно что такой бой не нужно даже собирать и это не говоря о том что в игре есть проблемы и без этого которые присутствуют в игре всегда но разработчики многие годы вообще от балансировщики ничего не говорят они решают те проблемы которые там всегда есть но мы с и так всегда и играли по сути то мы и раньше играли в такую же помойную игру просто бои собирались более менее адекватные в которых можно было хотя бы присутствовать и играть а такой бред который сейчас происходит в рандоме он был настолько редко что я его лично воспринимал как разнообразие а сейчас хороший бой адекватный он наверное считается в рандоме как разнообразие потому что всегда бои полнейшая бредятина с нулевым содержанием и боя по сути нет в рандоме лично для меня потому что исход боя я вижу еще на этапе загрузки я вижу карту или танки которые загружаются и все я уже в принципе понимаю исход боя я вижу с какой я респа нахожусь какой сетап и уже понятно какой респ зажмется в углу у которого больше шансов выиграть кому легче разъехаться по всей карте и все убить где имбовые позиции где в слабый фланг это все видно и в такой играть не интересно на мой взгляд все три человека в которые были в этой нарезке были правы в своих высказываниях что патент кислого есть и там что-то там написано она когда-то работала сейчас работает не работает я даже не представляю как вы собираетесь это доказывать мне в принципе вообще все равно насчет этого большая часть проблем связанных с подкрутками открутками в том что много игроков называют подкруткой все чтобы не происходило в игре особо не разбираясь какие есть в игре механики как они работают это немного раздражает тех людей которые разбираются в игре поэтому мнение все время расходятся все друг между другом срутся но проблема стоит на месте про нее говорят все страйк сказал что есть дни когда играть сложнее рандом тяжелее под пивкович со взводной страйка сказал что есть дни когда тебя нагибают все об этом говорят но такое ощущение что не видят в чем проблема корень проблемы балансировщик то не может собрать в такие дни нормальные бои потому что он максимально бестолковый балансировщик сделан так чтобы быстро закинуть а не так чтобы собрать адекватный бой насколько я помню 2013 год там очень часто собирались бои где в команде семь тяжелых танков сейчас мода пошла играть так чтобы в бою собиралась по 10 птшек и три арты а люди которые едут в игру играть их почти не осталось в каждом бою две полудохлые стэшки пару тяжей которых всю лет птшки пробивают рандом честно говоря напоминает из себя полный отстой вот такое у меня мнение про картошку поэтому картошки вам не становится потихоньку все меньше и меньше потому что в ней не остается места для адекватной игры даже если разработчики порешают все проблемы которые присутствуют всегда в игре как-нибудь там переделывают б башки и голду чтобы голда меньше урона наносила чтобы фугасы в силуэт куда попало не наносили много урона но все равно же фугасы будут наносить урон какой-то все равно же голда будет пробивать хоть и меньше будет наносить но все равно будет переделывают арту но она же все равно будет стрелять она же не хилками будет стрелять не аптечками она все так же будет стрелять снарядами да может быть эти проблемы будут не такие явные они станут помягче но основная эта проблема куда изменится когда картошкиные акции марафоны праздники все остальное накладываются там уже в три слоя рандом вообще неадекватен и часто такое происходит что хочет и в рандом поиграть а там допустим включили ранговые бои ранговые бои включили на десяточках пошли туда играть казалось бы ну пошли пошли а ты на льготном танчики нажимаешь в бой и всегда с девятками играешь как она взаимосвязано непонятно а так она и взаимосвязано что какого-то уровня в рандоме становится мало а другого много какой-то уровень всегда в топе а какой-то всегда в жопе а ты вот запланировал на каком-то танки поиграть а на нем нельзя сегодня играть сегодня завтра неделю месяц и сверху еще наложим вбр 25 процентов все остальные проблемы тоже сверху наложим полыхай жопа полностью и жди когда же там один единственный день в месяц ты поиграешь нормально просто потому что рандом перекосит в другую сторону ты угадаешь с уровнем с классом техники сервером попадешь куда надо и один раз в месяц поиграешь нормально просто потому что балансировщик выгодную для тебя сторону перекосит а сидеть это как-то просчитывать чтобы угадывать когда можно нормально поиграть на каком-то танке это можно башку сломать да если ты статист и даже в конченные дни на неправильном уровне на неправильном танке ты все равно будешь делать результат но насколько же будут конченые бои насколько же будет тебя воротить от игры и все равно результат будет меньше чем в тот день когда все благоприятно складывается меня бесит то что нормальные дней в картошке все меньше и меньше и я вывел для себя такую закономерность что все зависит от этого от балансировщика и тех вещей которые на него влияют а хотелось бы просто поиграть в игру без акции фиг акции голды и фугасов арты и вот этой всей противной параши в нормальную сбалансированную игру с людьми которые зашли поиграть в игру да пусть не все будут там киберспортсмены или статисты но просто люди которые заходят в игру играть они хотя бы маломальски стараются пусть не все получается где-то ошибаются но с ними то интереснее играть чем с людьми которые просто глаза выкатили и поехал поперек поле там кого-то увидел поехал с ним сосаться вот такое у меня мнение по всему этому не знаю понятно ли я высказался или нет надеюсь мои мысли кому-то понравились с вами был варчик играйте красиво всем пока